В продолжение спортивной темы. Настольный теннис – один из самых популярных видов спорта во всем мире. В школе, в детском лагере или даже у себя во дворе. Каждый хоть раз в жизни держал в руках ракетку и принимал участие в игре. Этот вид спорта активно развивается и в Муроме. Еще в 2017 году городская администрация и спорткомитет пошли навстречу энтузиастам и выделили для занятий зал в спорткомплексе «Верба». В это же время был организован клуб любителей настольного тенниса «Феникс». Сегодня на одной из тренировок в этом клубе побывала наша съемочная группа. Владислав Марченко – один из участников клуба. Занимается здесь с момента его создания. Спортом увлекался еще с детства и даже на профессиональном уровне легкой атлетикой. И вот 10 лет назад решил попробовать себя в настольном теннисе. С тех пор не представляет себя без ракетки и мяча. Этот вид спорта, он действительно, как сейчас принято, запал. Это нравится, это развивает, это динамика, это движение, это обучение. Обучаться можно бесконечно, как в любом виде спорта. Расти, собственно, что мы и делаем. Когда мы только начинали, мы все, как в той пословице, как-нибудь и где-нибудь. Сейчас, благодаря тренеру, который приходит и рассказывает нам основные положения настольного тенниса, мы достигли каких-то результатов. В помещении спорткомплекса, где занимаются спортсмены, благодаря помощи группы предпринимателей, был сделан ремонт. Приобрели 13 новых теннисных столов и другой необходимый для тренировочного процесса оборудование. К слову, настольный теннис является одним из самых сложных видов спорта. Сейчас мы выполняем накат слева. Положение ракетки прямо, ноги согнуты в коленях, идет движение от себя. И сейчас одно из самых распространенных, особенно в дворовых настольных теннисах, это так называемые тушевки. Удар происходит прямо, сильно и резко. Председателем клуба любителей настольного тенниса является энтузиаст, преданный поклонник этого популярного вида спорта Павел Харин. При его поддержке занятия настольным теннисом в Мурме перешли на новый уровень. Он организовал турнир «Мурмская лига», в котором участвует около 10 городов Владимирской и Нижегородской областей. Начали мы с четырех столов, которые наверху здесь было, здесь помещение было не кудышно совсем. Сделали все полностью от полов стен и потолка и освещение. Приобрели судейские столы, современные компьютеры. Мы проводим городские соревнования, все средних специальных заведений, военных проводим. Сейчас в клубе занимается порядка 40 человек разных возрастов. Спортивное сообщество объединяет как молодежь, так и ветеранов спорта. Вот сейчас тренировочный процесс. Одна из пар проходит. Ветерану Рудкину 65 лет, и Гусарову ветерану 70 лет, которые мы отмечали. Вот они на сегодняшний день имеют вполне реальный второй разряд. Занимался с детства немножко, ну как все дети. Играю там, немножко ходил в секцию. А потом, буквально два года тому назад, меня мой товарищ позвал сюда. Когда приносишь какую-то, может быть, маленькую медальку, то внучка видит, когда, и очень радуется за деда. Это же тоже такой какой-то стимул, что ли. Видит, что дед еще не лежит на диване, а что-то делает. Уже в ближайшую субботу в спортивном комплексе «Верба» участники клуба «Феникс» продемонстрируют свое спортивное мастерство. Здесь состоится турнир семи городов, посвященный Международному дню настольного тенниса. Отметим, что подобные инициативы по организации новых спортивных сообществ и клубов всегда находят живой отклик у городских властей. Ведь это способствует развитию спорта в округе и приобщению марамлян к здоровому образу жизни. Вадим Уколов, Илья Облетов. Наши новости.